Я Рутюна Ракелян, артист театра «Русский балет». Я сломал ногу и долго сидел без дела. Хочу на сцену. Я Софья Волюлина. Учусь в Академии русского балета имени Ваганова. Мой педагог Камолова Людмила Ивановна. Посмотри на него. Теперь мы сюда приезжаем. Я выйду на сцену Мариинского театра. Перед премьерой «Щелкончика» на сцене Мариинского театра была самая главная репетиция. Я хотела доказать, что я справлюсь с ролью. Но я боялась, что меня с ним со спектаклей, если я ошибусь, я что-то не то сделаю. На них смотри. Ну, в этом году Академия Ваганова дала первый раз, был такой эксперимент. Первый раз трем первоклассницам роль Маши. Справятся дети или не справятся. Но любую из них могли снять в любой момент. И ту же Соню. Дальше. Дальше. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мне понравился танцевал Ани Шарова. И, конечно, я понимала, что нас сравнивают. Я не хотела быть хуже Ани. Ну, конечно, среди детей есть и ревность, и зависть. Это нормальные чувства, которые испытывает любой артист балета. Мы приняли 60 человек девочек, но только троим дали роль Маши в балете Щепкунчик. Потому что эти девочки проявили себя уже с первых недель занятий как лучшие. Они не боятся сцены, но все равно они остаются детьми, и все равно им тяжело. Мне кажется, все, конечно, хотели, но некоторые, может, в втором классе дадутся. Да, может, нашим девочкам из нашего же класса во втором же классе дадут танцевать. Развязана стесенка, полночь, посмотри. Пинут, отнимай. Дядя, ты уже наступишь остановитесь. Ну, как можно не пришить тесенки, а? Все сидят, и все переживают. Так, делай так, чтобы она сейчас не развязалась. А то опять вылетит, опять берет остановить. Где она подряд пройти? Когда у большой Маши оторвалась лента на пуантах, я испугалась и проверила свои, потому что я не хотела, чтобы у меня прямо на сцене оторвалась лента. Только в конце репетиции я поняла, что я буду танцевать Машеньку, что меня не отстранили. Соня, поближе подойди немножко, не такими, чтобы. Надо бросать одну штуфику, поближе к ним подойди, не такими, чтобы. Не спешите, не спешите. После серьезного перелома я решил станцевать шута в Лебедином озере. Ну, не дожидаясь до полного восстановления, не спрашивая также у врачей, ответственность, можно сказать, лежала на мне. ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Ты готов? Нет. Я действительно вообще не пробую. Ну, пойдем на сцену. А с свободом? Пойдем. Да? Перед спектаклем мне хотелось попробовать на сцене какие-то элементы. И мой друг Саша, Сульдинон, решил как бы помочь мне в этом. И поддержать, и со стороны как бы посмотреть. Сороюсь. Я тебе разговариваю череду. Пируэты, алисгоны, пируэты, алисгоны. Пируэты до конца потом. И все в конце скотчишь на пируэт. Все так не получится. Я предложил упростить партию Шута, заменить более сложные технические элементы на более легкие. Так как это первый раз он выходит на сцену после травмы. Это сделать было очень сложно. И опасно. Все, алисгоны сейчас скачиваем. Ну вот так вот. Сейчас опять в пируэты. Чувствуешь, что не идут у тебя ни на ноги. Делай алисгоны. Когда он пришел на работу, он очень рано начал заниматься. Очень темпераментно. Так как у него кавказский темперамент, и он очень молодой. И я вмешался, так как я и друг, и товарищ, он стоит рядом со мной, начал подсказывать ему, чтобы не было еще хуже. Потому что травма, это для балета, это очень опасная штука. Зачем? Зачем лучше? Зачем? Да? Блин, там уже 5 минут осталось. Я быстро не сделаю. Процесс плетения петли. Скоростной. Ой. Давай, давай. Тяжело все дает. Блин. Все забыл у вас сделать. На 5 минут. Что, можно будет попозже? Что? Это не ко мне, Кусь Васильевна, она командует. Мы там есть все скажем. Да, все давай. Само без тебя не начну. Перед самым выходом на сцену я обнаружил, что забыл балетки покрасить в цвет трико. И, не знаю, уже перед самым выходом почти побежал в гримерку и покрасил быстренько гримом. Многие помнят, да, тело помнят, все помнят. Как-то так, волнительно, конечно, очень волнительно. Скажите, что эти сумки оторвалась, я не выжил. Идите еще поклонитесь. Я пойду так. Ничего, ничего, ничего. Спокойно, спокойно, не торопись. Иди, все, спокойно. Все, все, все. Нормально? Такое тоже бывает. Не ошибка. О, оперативно сработала балерина. Потому что такое бывает вообще очень часто. Десенки рвутся, резиночки отрываются. Ну, главное, сосредоточиться и быстро все сделать вовремя. Все нормально, вышло, танцует уже. Сейчас уже не оторвется точно, потому что, когда стрессовая ситуация, там пришиваешь так, что насмерть. Уже танцует. И хорошо танцует. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И тут смотри, вот на табуретку уберут отсюда И вот тут смотри, видишь, вниз опустишь Сейчас подними наверх обратно, а не включён Погаснет свечка, нажмёшь, погаснет, да? А дальше не надо, успокойся Хватит одну и другую, и сделай ещё вид, что ты дуешь на неё Дуй! О, после этого нажмёшь Верни обратно, ага, всё, аккуратно свезь Верни обратно, ага, всё, аккуратно свезь Оп! Слепота лучше Девять и сварка 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 Ну, мне кажется, что она должна быть готова, потому что мы много репетировали, но сами понимаете, что девочка учится еще в первом классе, поэтому, конечно, для нее это большое событие. Но я надеюсь, что она достойна сегодня станции. Когда я танцевала Машеньку, меня страховала Яна Черепанова, ученица второго класса. Если бы я подверну, например, ногу, то она бы вышла на стену вместо меня. Когда я плановалась за кулесами, ко мне подошла девочка из третьего класса и сказала считать под музыку. Я не знала даже, что есть этот такой способ. Я успокоилась. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, сейчас дети приходят довольно подготовленные. Соня у нас училась в Уфе, она участвовала там в нескольких конкурсах, поэтому она пришла уже более-менее подготовленной для первого класса. Поэтому она смогла подготовиться к этой партии. КОНЕЦ 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 Я думаю, если он не танцует. Я думаю, если он не танцует. Я просто дальше, а я наступаю, а она мне вот так. А со стороны это как? Да, что? Давай. По мне ее как-нибудь. Давай я тебе помню. Давай на стол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Так незаметно, что ты лежала и сразу вытекли с пола встала. Даже подхода не у меня. Просто вытекли встанешь. Ты знаешь, я вижу девочки, трата, и вдох пол пишет. В пол, да? Я говорю, я вижу девочек обычно, трата, и вдох пол. Я говорю, и вдох пол, и вдох пол. Я такая, ну что, запутите у девушки. Так вот это вот поняла, что тут уже у кого-то совсем. Ну, это потому что. Волнение? А? Волнение? Я не знаю, у меня выехала нога как-то. Я... Ну, может, она... То ли какая-то дырка, то ли что? Я вскочила, у нее нога провалилась. Вот на этом... Вот это... Я вот с этого же, с прыжка ее упала. То есть у меня как-то она... То ли... В дверносечку. Куда-то в дверносечку. Ну, что-то там... В пол. Он с ногами не в порядке смотрит. Наверное, с головой сегодня в слабинке. Я не с тобой даже не вижу. Хорошо. Я не знаю, что-то здесь. Я не знаю, что-то здесь. Это был мой первый выход на эту сцену. Мне было очень волнительно, так как я новичок в труппе. И первый выход и подскользнуться, и подвернуть ногу. Это, конечно, было очень страшно продолжать дальше спектакль. Дальше сможешь танцевать? Смеется, значит, сможешь. Все нормально, давай, держись. Во время спектакля она подвергнула ногу. И я быстро отреагировал. Побежал за... За Морозкой. И предложил ей свою помощь. Она не отказала. Мне было это очень приятно. Я надеюсь, она ценит это. Слово гений вытирает спинь. Отдай все. Да. Потом я уже узнал, что проблема была в том, что с предыдущего спектакля на сцену упала какая-то мишура с декорацией. И вот из-за этого девочки попадали. Слава богу, хоть я этого избежал и не поскользнулся со своей больной ногой. Слава богу, хоть я этого избежал. 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 А сейчас опять все как заново нужно. Считайте, премьера моя. Как премьера, можно сказать. В итоге я понял, что совершил ошибку. Ну, после спектакля я уже задумался о том, что, скорее всего, я рано вышел еще на сцену. Думал, ну, может, нужно было, скорее всего, хорошо восстановиться, а потом уже выходить на сцену, чем как бы давать такую нагрузку на ногу. Ну, нога потянет. Нужно как-то танцевать и добиваться своего. Браво, браво. С возвращением. Спасибо. Браво. Браво, 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 браво. Держишь, держишь. Давай, давай. Держишь. Вот. Просто помогаешь ей, чтобы она смогла просунуть ножку свою. Не на воздухе. Ребята, и пусть быстрее. На парню. Вообще, это парковка. Парковка для лошадей. Это называется корм-парковка. Компурка. Молодец! 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 Я сама себе рисовала. Ты сам себе отращиваешь? Мы с их раздать по-разному. Да. И повернулись. Он делает бам-бам. И вы бам-бам. Спокойно все будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Соня на спектаклях показала, что ее не зря выбрали. В нее верили педагоги, верило руководство. Она молодец. Будем ждать, что будет дальше. Когда я выходила на поклон, то я испытала радость, счастье, что я выступила на этой сцене. Субтитры создавал DimaTorzok Поздравляем всех! Очень аккуратно! Очень аккуратно! Это нечего! Молодец! Все нормально! Димаши должны быть! Димаши! 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 Как все движутся? А сегодня переодеваемся, и снимаем полиции, и хорошо, и все, и все, и все! Димаши! 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 Когда я увидела свою дочь Софью на сцене Мариинского театра в руле Машеньки, я даже поверить не могла, что такое могло произойти. Я понимала, что она эмоционально очень сильно выложилась, и на меня у нее не хватило впечатлений и эмоций, чтобы поговорить о том, как все прошло, об ее переживаниях. Единственную фразу, которую она мне сказала, мама, я натерла ногу. Димаши! 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 Прекрасная возможность отдохнуть друг от друга. Единственная возможность. Сказка? Сказка. Сказка. Сказка.